Физкульты, я начал бегать 7 лет назад при подготовке к самой сложной однодневной гонке Ironman в 2014 году. Привет! Я начал бегать год назад, а уже через 5 месяцев начал готовиться к своему первому марафону. Сейчас у меня за спиной более десятка таких гонок, 2 чемпионата мира и один ультратриатлон 515 километров. Я пока что пробежал один раз 10 километров, один полумарафон и один марафон. Чем же отличаются наши тренировки, отношения к бегу, техника из-за разницы в эти 6 лет? Какие цели мы ставим для себя на столь разных этапах пути? И что нас мотивирует? Давайте сравним. Если говорить о марафоне, то отдельно от Ironman я его никогда не бегал. Вернее, расстояние-то я бегал и такое, и больше на тренировке. Но чтобы вот как самостоятельное соревнование? Никогда. Мой рекорд внутри гонки Ironman, где беговая дистанция делается после плавания и велосипеда, 3 часа 12 минут для марафона. Сейчас я готовлюсь к своему первому отдельному марафону и хочу пробежать его быстро. Насколько? Не знаю. Свой первый и единственный марафон я пробежал за 4 часа 13 минут в ноябре 2020 года. Сейчас я приступил к программе «Мой быстрый марафон». И цель – осенью 2021 года выбежать из 4 часов, а лучше даже из 3.45. На прошедшей неделе у меня было 6,5 часов бега, получилось 78 километров. Например, одна из тренировок была вот такая. Один час на беговой дорожке – ступенчатая тренировка. Как мы показывали в одном из наших выпуске, каждая ступенька по 15 минут быстрее, быстрее и еще быстрее. И сразу после этого такая же лесенка на велосипеде. И так как мой основной вид спорта – это триатлон, поэтому не забываю про велосипед и про плавание. Так что на этой неделе у меня было 3,5 часа плавания, 4,5 часа велотренировок и в общем объеме получилось 14,5 часов. Сейчас я начинаю готовиться к своему следующему марафону. Примерно в начале осени. Сейчас у меня 3,5 часа бега в неделю. Это где-то 30 километров. В основном – это медленный бег, ну и интенсивные тренировки, такие как фортлег и ступенчатый бег. Каждый день у меня от одной до трех тренировок по всем трем дисциплинам. Например, рано утром плавание, а после этого небольшой перерыв и велотренировка. Либо брик, когда бег делается после велотренировки на уставших ногах. Как правило, все тренировки я выполняю рано утром, но иногда что-то переношу на вечер. Стараюсь перейти на 6 тренировок в неделю, но пока получается только 5. Бегаю всегда утром, потому что мне так тренировки даются намного легче. Мой соревновательный темп на марафоне, на примере последней гонки Ironman, сейчас 4 минуты 30 секунд на километр. Но есть темп, в котором проходят самые важные тренировки в подготовке любого бегуна на длинные дистанции. Темп длинного медленного бега, то есть бега на низком пульсе. Сейчас для меня этот темп около 5,5-6 минут на километр. Я пробежал марафон в темпе 5 минут 57 секунд на километр. До этого полумарафон я пробежал примерно в том же темпе. Так что это можно вполне считать моим соревновательным темпом на сегодня. Что касается медленного бега, то это где-то 8 минут на километр, при пульсе около 135 ударов в минуту. О технике бега можно говорить бесконечно. Лучше сначала показать. Я знаю свои зоны развития и работаю над этим. Бег в триатлоне – это бег на уставших ногах, и это особый вид бега. Там нет места для классической техники. Поэтому я работаю над тем, чтобы сделать свой бег максимально экономичным. Витя начал бегать сравнительно недавно и достиг хорошего прогресса. Конечно, техникой бега можно заниматься бесконечно. Но сейчас я не вижу ничего критического в его беге. Он будет улучшаться с тем, как у Вити будет появляться больше опыта, и его беговая форма будет расти. У меня есть спортивные цели, и я работаю над их достижением. Сначала я захотел научиться бегать просто для того, чтобы разбираться в теме бега для наших видео. А потом уже я поставил для себя цель – марафон. Именно благодаря этой цели я не пропускал тренировки, правильно питался, высыпался. Потому что каждый раз, когда, например, мне не хотелось идти на тренировку, я думал, а что если именно этой тренировки мне не хватит, чтобы добежать? Вдруг именно этот недостающий час сна или кусочек тортика или пиццы помешают мне на дистанции? И все сразу становилось на свои места. Сейчас у меня новая цель, и мне действительно хочется показать хороший результат на своем следующем марафоне. Бег, с одной стороны, это основа моей подготовки. С другой – это отличный способ стать лучше. И третье, может быть, главное – это самая большая моя коммуникация с вами, друзья. Сейчас мне уже сложно представить, как это – не бегать. Бег дает мне цель, дисциплинирует, наполняет энергией каждый день и помогает справиться с лишним весом, от которого я, кстати, страдал всю жизнь. Бег по-разному может прийти в жизнь человека. Для разных целей, в разное время и иногда не с первого раза. Конечно, бег в первый год и через 7 лет после начала занятия отличается. Объемы больше, техника лучше, восстановление быстрее, цели амбициознее. Но есть и то, что не отличается. Если получать от бега удовольствие и поставить себе цель, то бег изменит вас и, конечно, в лучшую сторону. Витя бегает год. Но можно ли сказать, что он меньше бегун, чем я? Конечно же нет. Все мы, кто бегает первый день или 25 лет подряд – бегуны. Не стоит расстраиваться, что вы медленнее кого-то, пробегаете меньшее расстояние или ваша техника не идеальна. У вас все впереди, даже если вам больше 50 или 60 лет. Мы подробно это разбирали в нашем выпуске «Идеальный возраст для бега». Бегайте в удовольствие, делайте это регулярно. Чувствуйте себя бегунами и бежим дальше. Опа-на. А вы думали, что делать бегуны зимой? Что-то есть на ней, нет? Вот так бежишь, бежишь. Вдруг на тебе человек какой-то издалека. Привет! Здорово, Рома. Это просто кайф. И запах хуришки, и здоровья. Привет всем. Да. Все, идем брать хлебы.